Здравствуй, дорогой друг! Сегодня мы с тобой поговорим о том, что нужно пить в жару. Освежающее и безалкогольное. Мы с тобой поговорим сегодня о лимонадах. Во-первых, сравним базовый лимонад, который можно просто купить в любом магазине. Сделаем сами лимонад, а в принципе мы его уже сделали, да ладно, это об этом чуть позже. Обсудим, как сделать клёвый лимонад, который будет совсем не скучный. И при этом у нас сегодня будет супер продукт, такой ностальжовый-ностальжовый. Не хочется, конечно, спойлеров, но и не будем их завешивать. И пожалуйста, хорэ, блядь, таскать моё пиво. Сегодня мы будем разговаривать о безалкогольных напитках. Ты не поверишь, да, анботлин подразумевает ещё и безалкогольные. Почему нас считают только алкогольными? Идея заключается в следующем, что когда ты ходишь постоянно по жаре, тебе хочется чем-то освежиться. И даже больше того скажу, иногда возникает желание что-то дома сделать такое вкусное и интересное. Либо прикупить в магазинчике. У нас для разнообразия взята лимонад-черноголовка с добавлением сока. Как ты понимаешь, там дохера чего? Что ж так сока мелкая? Ну почему здесь вторым пунктом написано сахар? Короче говоря, это лимонный какой-то напиток, который подаётся как лимонад. Его в принципе можно охладить и наслаждаться типа продуктом. С другой стороны, я, как бы это странно не звучало, не поклонник лимонадов вообще. Если хочется что-то освежающего, хочется делать это самостоятельно. Поэтому мы ещё сделаем с тобой домашний лимонад. И сравним его с этим. И плюс будет у нас супер, не будет спойлера, потому что мне его спиздили. Мы его тоже замешаем и вспомним, проностальгируем. Единственная проблема, всякие зуки, вся эта хуйня, у меня ссырится только сбухание. Потому что когда-то было благодатное дело, когда вот юпи, зука, это мы использовали исключительно как запивку. Потому что нормальный, здоровый человек употреблять это растворённый белый порошок или не белый. В чистом виде не мог. Поэтому всегда запивали водку. Или водкой запивали. Тут как получится. Кстати, если у тебя есть какие-нибудь приятные воспоминания зука или юпи, пиши в комментариях. Это прям ностальжуха, ностальжуха. Ну ладно, я попиваю лимонад. Мы его делали на самом деле в шорце. Сделаем, чтобы сравнить. Мне прям даже самого интересно. Напоминаю ингредиторику. Нам нужен лёд, чистая рука. Наконец-то я могу в видео рассказать именно вот этот истинный момент. Как делается чистая рука. Записывай рецепт. Всё очень просто. Идёшь в ванную или в санузел. Берёшь мыло и моешь руки. Получаешь чистую руку. Хорошо, лёд мы сделали. Нам нужно что? Да, лимоны и вот эти всякие штуки. В принципе, в рецепте мы делали только один лимон и лайм. Но сюда добавим ещё апельсинчик. Апельсинчик мы добавим для цвета. Вообще, откройте маленький секрет. В принципе, можно делать... Или отжимать руками. Лимонада из любых цитрусов. Вообще, без проблем. Они идеально для этого подходят. Единственный момент у него заключается в том, что они очень кислотные. Казалось бы, вроде бы как сладкие. На самом деле, они кислотные. Что, апельсинчик добавим для цвета? М-м-м? Да. Народ поддерживает. Это, кстати, сегодня... Пока мы готовились к этому основному выпуску, мы писали шортсы. И для разнообразия все напитки, которые мы сделали для шортсов, это было много лимонадов в разных вариациях. И, скорее всего, они уже вышли. А может, не вышли. Их все выпили. Поэтому мне приходится делать заново. Соки натуральные выдавили. Теперь нам нужно сделать очень, казалось бы, интересный момент. Нам нужно сюда добавить сахар и воду. Дело в том, что у нас есть сахарный сироп, который мы раздобавляем в тёплой воде. Идеально получается охлаждается коктейль моментально. Даже лучше сахар растворится в тёплой, а потом очень быстро охладится. Я до сих пор не понимаю, на чём работает этот феномен. Мне ребята зачитывали, что это такое. Я нихуя не понял. Отлично. Мы скомпенсировали кислоту цитрусовых с сахаром. И нам нужно добавить ароматики. Ароматика лучше всего делается за счёт... Чего? Цедры. Тёрочка. Мне тёрочку куда спиздили? А где тёрочка? Тёрочка. Теперь нам нужно ароматизировать банально лимонад. Цедры, блядь, сапять. Надо ещё попробовать сделать. Потереть этой тёркой. Сыр. По мне это из разряда ада. В принципе, много-то и не нужно. Достаточно чуть-чуть цедры, чтобы получить ароматику. Или так называемые эфирные масла. Что у нас здесь не хватает? Нет. Мы сегодня делаем просто сравнение лимонадов. Нам нужна газировка. Правильно. Потому что добить объём воды... Лимонный сок и цитрусовых, сразу тебе говорю, особенно если есть проблемы с пищеварением, не злоупотребляем. На голодный желудок категорически нельзя. Поэтому немножко нейтрализуем вот эту ещё вредность кислотность обычной газировкой. А что нам осталось? В принципе, размешать. Кто будет? Лимонад. Руки вверх. И прикол заключается в том, что у меня два напитка, по факту, идентичные по цвету. Но с моей стороны они очень сильно похожи. Мне нужно пару бокалов. Так, квадратный мы делаем натурель. Тут немножко неравные позиции. Дело в том, что здесь есть лёд, а этот лимонад у нас не охлаждённый. Поэтому чистая рука. Только я не хочу это пить, мне изжога будет. Очень сильно химозный запах оттуда идёт. Прям очень. Ну давай мяту. Так, ну что, давай попробуем ради интереса, что это такое. Блядь, лимонад и лимонад. По-моему, лайм ему сильно спас. Очень сладкий. Как бы странно ни казалось, а это просто освежающий лимонад. В моём виде вот он такой должен быть. Кислотный, слегка сладковатый. Приятным запахом мяты. Потому что здесь мята, да не, ты её не чувствуешь. Потому что химоза, которая сюда залита, она не феншует. Но это было бы всё ерунда. Если бы у нас не было супер напитка, которая нам всё это дело поможет сравнить. Вот это между собой. Давай в студию. Да. Приколи. Целый пакет звука. Причём наш пускающий редактор, когда принёс его, сказал, пейте осторожно. Потому что он после одного пакетика уехал в больницу. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с его язвой или ещё какой-нибудь хернёй. Но мне безумно хочется попробовать эту ерунду. Мне безумно хочется открыть в больницу. Ммм, да, давно не был. Коли мы используем раритетный продукт, мы будем делать в раритетном стакане. Чтобы уж прям совсем... Погоди, это же на литр. Содерживаемый пакетик, растворить в литре. Литровая манка? Нет, она... 2-литровая. Соответственно, половина. Клёвый глаз вам можно. Ровно в два раза ошибся. Чего не понял? Ровно в два раза ошибся. Садись, и мы... Бля, воняет, пиздец. Попытка номер два, но уже более аккуратная. Пожалуйста, не отвлекайте меня. Это ответственный момент. Бля, я только что вспомнил одну историю. Это было еще во времена ICQ. Короче говоря, мы с друзьями отмечали день рождения чей-то. Даже не помню, у кого. На квартире. И из-за пивки у нас было только Юпи, не Зука. Короче говоря, отмечали день рождения и размешивали, разводили, вернее сказать, Зука в, по-моему, трехлитровом баллоне на кухне. Ну, не баллоне этот, в банке. Причем, я даже не помню, кто максимально талантливо использовал горячую воду. И получилась ситуация такая. Захерачили несколько пакетиков. Я хуй его знает, почему она газируется. Мне, кстати, очень интересно, почему нет. Я сыпал белый порошок, он стал оранжевым. Но, получается история следующая. Чувак, который у нас замешивал в горячей воде, он такой, замешал, замешал, замешал. Потом он сделал вот так вот. Столовая ложка, я как помню сейчас. И радостно поднял банку. Прикол заключается в том, что когда он ее поднял, ровно вот так вот дно осталось. Три литра жидкости просто по всей кухне. А у нас это, по сути, была единственная запивка. Поэтому у нас с тех пор пошла поговорка. Закуска была разнообразная. Вода холодная, вода горячая. Кто жил в 90-х, тот помнит. Ставь лайк под этим видосом. Я сразу предупреждаю, что сей эксперимент делается специально обученными людьми. В специальных условиях. У нас там стоит бригада, которая в случае чего нас подстрахует. Мало того, у нас есть большое количество нейтрализаторов. Различных. У нас есть специально обученный медик. Поэтому в домашних условиях, если ты повторишь этот эксперимент, то это исключительно на твой страх и риск. Бухают профессионалы. Нет, спасибо. Меня и так прет. Наяву. Без всякого компота. Кстати, если сюда налить что-то спиртосодержащего, то по мне это получится классические коктейли, которые в банках продаются. Там условно, я не знаю сколько они там, за 50-90 рублей, что-то типа такого. К моему удивлению, это не самый отвратительный на вкус напиток. Сразу скажу, действительно пахнет мультифруктом. Больше одного глотка я делать реально стремаюсь, потому что слишком химозный. Я помню еще Сан-Стефана, как я потом бокалы отмывал несколько дней. Они воняли по-прежнему всем вот этой вот химозой. Что я могу сказать? Некоторые вещи должны остаться где были. В детстве, в подростковом возрасте, когда у тебя там до хера здоровья. Если в подляг заниматься всяким лимонадотворением, то можно, конечно, прикупить какие-то ерунды. Но по мне это не шибко сильно отличается вот от этого. Если уж делать, то давай уж хотя бы натуральные что ли. Они приятные, освежающие. Что я хотел сказать этим выпускам? Наверное, то, что со временем мы стареем, вкусы, что ли, не притупляются. Они, наверное, очищаются. Потому что я когда-то, 20 с хером лет назад, мог это пить. Наверное, даже 10 лет назад это мог пить. Сейчас только пачка таблеток мне понадобится, чтобы делать хотя бы второй глоток. Затем пей натуральное, освежающее, приятное, бодрящее. Напоминаю тебе, что минуточку зануды заключается в том, что цитрусовые содержат большое количество ацетилсалицевой кислоты, которая разжижает кровь. Притом водичка, лед, все восполняет твою потерю жидкости. Это тоже полезно. А мята? А мята просто приятно освежает. Ладно, послесловие. Секретный ингредиент. Очень хочется попробовать. Классический лимонад. А у нас еще жидкий остался чистый лимонад? Было это в емкости. А вот. С лавандером. Лавандер это у нас сироп лаванды со вкусом лаванды. Цвет охуительный. Прям, бля. О, подожди. Дай-ка, я хочу проверить. Эксперименты. У меня на просвет выглядит охуенно. Не знаю, как у тебя. Ладно, давайте замешаем, попробуем, что получилось. Я никогда не пробовал лавандовый сироп. Прикольно. Кроме мутности, нихуя ничего другого не изменилось. На, попробуй. Ничего там не изменилось. Дай-ка мне лучше другой, второй секретный ингредиент, что может исправить... А, любой лимонад. Вообще, это не мы придумали, это придумали американцы, что любой лимонад можно превратить в пафосный пунш. Ты не поверишь, это ровно такая же херня. Обычный лимонад с кучками фруктов или какой-то плодово-ягодной продукции с добавлением алкоголя. Кстати, кровавая мэрия, это тоже пунш. Ну, еще попробуем. Мое почтение. Зачем, дорогой мой друг, обнял? Хороших тебе летних выходных, девчонки. Люблю, целую. Не разводитесь на вот эту хуйню. Нет, не разводитесь, как эта хуйня. Пейте натурально.